Это проект интервью на телеканале 24KZ. Я Каирин Смогулов. Здравствуйте. В Казахстане защита прав предпринимателей это важный аспект экономической политики страны, направленной на создание благоприятного предпринимательского климата. В последние годы были предприняты значительные усилия для укрепления правовой защиты предпринимателей и внедрения институтов и механизмов, способствующих развитию бизнеса. Один из них это как раз таки создание института бизнес-омбудсмена в 2016 году. Бизнес-омбудсмен защищает интересы предпринимателей и рассматривает жалобы со стороны бизнес-сообщества. Этот механизм позволяет предпринимателям обращаться с жалобами на действия государственных органов. И мы сегодня решили обратиться к бизнес-омбудсмену Казахстана Рустаму Журсунову, чтобы узнать, как обстоят сейчас дела. Приветствую вас. Как же вам приветствую вас. Давайте попробуем окинуть взглядом все, что было сделано именно на Ниве защиты прав предпринимателей с того времени, как как раз таки появился институт бизнес-омбудсмена. Понимаю, что достаточно большой получается массив информации, но тем не менее. Изначально институт бизнес-омбудсмена, если вы помните, был создан в 2016 году. Первым уполномоченным был Поломбетов Булатабол Касымович. Меня непосредственно назначили в феврале 2020 года. И прошло 4 года. Хотелось, конечно, подвести некий итог проделанной работы. Я сам по себе достаточно удачливый человек. 2020 год, март месяц, и наступила пандемия. Пандемия, да. Всех отправили на удаленку. Ограничение передвижения. Я, конечно, и вся моя команда, я ей очень сильно благодарен. Были в тонусе. Мы работали в режиме 7-24, потому что постоянно какие-то новые вызовы были. Это и ограничение передвижения, вы помните. Карантин, невозможность. И в целом стала экономика. Многие предприниматели думали, что это крах всего. Да, потому что это был очень серьезный стресс. Помню. Естественно, что в такие периоды необходимо мобилизироваться. И вот мы очень активно начали работать с правительством совместным. Мы буквально за 2-3 недели направили на имя премьер-министра, в администрацию государства более 50 писем. Почему? Потому что у нас есть некое сообщество омбудсменов по всему миру. И у нас шел обмен информацией, где, в какой стране, как реагируют государства. И мы действительно смотрели и видели наиболее удачные вещи. Ну, например, это срочка налогов. Действительно, это первая очередь, что нами было сделано. Второе, это вопросы форс-мажора. Вы помните, да? Когда товары не приходили, договорные обязательства никто не отменял. Мы действительно вышли с инициативой о признании ограничений форс-мажорными обстоятельствами. Глава государства нас поддержал. И соответствующие изменения были приняты, в том числе и в Гражданский кодекс Казахстана. Это вопросы каникул по банкротству, да? Это вопросы о срочах по кредитам. Ну, если вспоминать, там действительно очень много было сделано. И мы благодарны правительству, что они достаточно оперативно реагировали. День, два, три выходили решения. И были пакеты, насколько я помню, порядка семи пакетов было сделано. И более-менее, конечно, удалось со временем нормализовать ситуацию. Вы помните, у нас были регионы, ну, сейчас, конечно, немножко комично вспоминать, там, четные и нечетные номера, да? Да, 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 да. Потом пришла весна, наши уважаемые коллеги АПК, сельхозтоваропроизводители не могли выехать на посевную. Ну, и таких, конечно, было много вещей. У меня до сих пор на памяти случай, помните, в городе Сарань, когда у одного бизнесмена, женщины, не было санитарного коврика. И за это ее чуть ли не... Да, на 15 суток арестовали, да, действительно. Ну, приходилось уже и в ручном режиме, и звонить нашим коллегам и в прокуратуру, и в органы судебные, для того, чтобы люди, ну, адекватно воспринимали. Действительно, очень серьезное было давление на бизнес со стороны ограничительных мер. Вы помните, совместно с нашей палатой в Алма-Ате, инфоказахстан, помните, запустили очень оперативно. Ашик по нашей инициативе был создан. Это вот то, что касается пандемийного периода. Естественно, после этого экономика стала немножко возвращаться, приходить в базовое положение вещей. Естественно, не могу не вспомнить трагические события Кантара. Ведь более двух тысяч бизнесменов пострадало. Они же были вовлечены в орбиту уголовных дел, они же были, по сути, пострадавшие. Естественно, что необходимо было оперативно, для того, чтобы запустить бизнес, необходимо было провести оперативно-следственные действия. Видеофиксации, отпечатки пальцев и так далее. А криминалистов просто не хватало в стране. Я в первую очередь говорю о нашем мегаполисе Алма-Ате. И мы действительно благодарны Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции. Более 80 экспертов были направлены в Алма-Ату. И мы буквально за две недели смогли это сделать и запустить. Этот крупнейший именно город, где сосредоточена большая часть наших предпринимателей. Естественно, и различные геополитические вещи. Вот эти четыре года, я хочу сказать, насыщенные были. Насыщенные пролетели и были постоянные вызовы. Но мы очень благодарны, во-первых, нашим бизнесменам, которые всегда дают обратную связь. И мы в большей степени питаемся, наверное, идеями от наших клиентов, от бизнесменов. Отдельно хотелось сказать, что в чем сила нашего института. Это здоровый, может быть иногда неудобный, но разговор, диалог. Только тогда, когда есть диалог, решаются проблемы. И те цифры, которые сейчас есть, они как раз являются подтверждением того, что конструктивный диалог с местными органами, с центральными исполнителями, в целом с правительством, он установлен. А когда, ну скажем так, этот разговор уже, скажем так, на словах не помогает, да, и необходимо защищать предпринимателей от, ну как это обозначить, неправильных, что ли, или может быть даже незаконных действий государства, чиновников, чиновников, скажем. А то в чем здесь главная сложность? Вы знаете, иногда вот, когда люди слушают, но не слышат. И понятно, приходится, мы не так часто это делаем, но обращаться непосредственно к премьер-министру, вы знаете, у нас есть ежедневная связь, к курирующим вице-премьерам. В целом, если давать оценку, более 80-85% проблем у нас возникают на местах. Соответственно, тот импульс информационный, который идет от головы государства, от руководства правительства, иногда просто не доходит. Ну и приходится звонить руководству, либо поднимать вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности. Я вам хочу сказать, что более 250 госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности именно по нашей инициативе, вплоть до увольнения. Понятно, есть случаи, когда приходится передавать материалы и в антикоррупционную службу. То есть иногда это, скажем так, просто закостеневшее мышление бюрократизм, а иногда и коррупционные моменты. Иногда это и умышленные, неправомерные действия. Когда видим мы такие факты, мы незамедлительно работаем с антикоррупционным агентством. Антикор очень активно вовлечен. Вы знаете, нам удалось выстроить очень здоровый диалог с органами Генеральной прокуратуры, антикором, Верховным судом, агентством финмониторинга. И более того, ежегодно мы подписываем некий план мероприятия. Это не пустые вещи. Конкретные проблемы, которые касаются бизнеса. Например, вчера в Министерстве юстиции мы обсуждали вопросы приравнивания трудовых отношений в рамках юридического лица к организованной преступной группе. Это как? Есть характеристики организованной преступной группы. Иерархия, подчинение. Если ее накладывать на юридическое лицо, там в принципе тоже есть иерархия и подчинение. Там есть главный бухгалтер, юрист. И зачастую происходят случаи, когда просто руководство юридического лица приравнивают к ОПГ. И мы говорим, это неправильно, это другое. Вы сейчас не шутите? Я абсолютно не шучу. Есть конкретный факт. И вот сейчас в стенах Можилиса как раз обсуждается поправка, где мы говорим, нет, это разные вещи. Для того, чтобы на местах следователи даже не думали об этом. Раз мы заговорили о рисках, ну скажем так, рисках уголовного преследования и так далее предпринимателей, то опять же мы с вами достаточно часто разговаривали о том, что надо делать для того, чтобы снизить вот это самое уголовно-правовое давление на бизнес. Что за это время удалось сделать? Нет, действительно, на самом деле у нас достаточно много сделано, это и гуманизация. Мы действительно провели серьезную работу, ну на цифрах, да, 32 состава экономических правонарушений проведена гуманизация. То есть санкции, ограничения свободы, они сокращены. По 28 составам смягчены. Там, где был арест, допустим, или лишение свободы переведены на штрафы. Я в целом уверен, что бизнес необходим, если он виноват, наказывать большими деньгами. Они так понимают более правильно. Бизнесмены не несут за собой общественную опасность. Это не убийцы, не насильники. Это может быть чрезмерное чувство предпринимательского риска зачастую. И в данном случае наказывать человека лучше деньгами, кратными штрафами. Мы в этом уверены. Я сразу оговорюсь, это не касается рецидивистов, когда это повторно. Когда уже, ну, здесь, наверное, лучше к психиатру нужно обращаться. Что касается вот экономических правонарушений. Те цифры, которые у меня в голове. По цифрам 2016 года в отношении бизнеса возбуждалось более 8 тысяч уголовных дел. По 8 главе 34 состава экономические преступления. По итогам прошлого года эта цифра составила чуть меньше тысячи. Ого, сокращение в 8 раз практически. 1091, если 8 раз. Это вот с 16-го года. Если брать за период, когда я непосредственно исполняю обязанности, то сокращение произошло на 44%. 1947 было, 1091 стало. Но здесь дьявол всегда в деталях. То, что касается уголовного права. Действительно, налицо. И мы видим прогресс. И это очевидно. При количественном уменьшении возбуждаемых дел, количество осужденных растет. Это означает... Парадокс. Нет, это база падает. Ага. А вступившие в силу решения, количество растет. Это означает, что качество следственных действий лучше. То есть в орбиту незаконно не вовлекают людей. И это качественные, по нашему мнению, показатели. Но мы в своей работе все-таки руководствуемся немножко шире. Ведь 8-я глава УК, Уголовного кодекса, это всего лишь часть. Ведь есть же еще преступления на транспорте. Преступления против собственности, экологические. Мы в периметре своей работы держим 118 составов. Из других глав в том числе. Так вот, если говорить, то по итогам прошлого года было возбуждено по вот этим 118 составам более 62 тысяч дел. Самое интересное, что по двум составам составляет 85% вот этих 62 тысяч. А что это? Это мошенничество, 190-я статья. И присвоение чужого имущества. Две основные статьи, которые нам сейчас нужно обратить внимание. Сразу говорю, что приблизительно половина это интернет-мошенничество. Вы знаете, оно очень развито. Из различных стран мошенники звонят, обманывают наших людей. Это сразу не наши клиенты. Среди наших клиентов, мы когда анализируем, очень интересно, по третьей и четвертой части, по которым не нужно заявление потерпевшей стороны, возбуждаются правоохранительными органами. Вот это соответственно 74,86% соответственно. А вы не могли бы хотя бы в условно, примитивно, так сказать, в общем, описать в качестве примера какую-то схему? То есть что принимают за мошенничество? Здесь очень много примеров есть. Ну, например, мы недавно кейс рассказывали по строительству энергокомплекса в Отмолинской области. Не буду называть фамилии и так далее. Людей судили почти по 10 лет далее. Управление энергетики заказало строительство. Построили. Уже 5 лет эксплуатируются. Так а в чем мошенничество тогда? Здесь злоупотребление полномочиями госсухожищих, а бизнесмена обвинили в присвоении чужого государственного имущества. За то, что он выполнил работу? Якобы по завышенной смете. Ага. И таких фактов сейчас очень много. Именно поэтому глава государства в 21-м, по-моему, году сказал, что чиновники боятся принимать решения. Да, да, да. А на конце любого решения чиновника стоит бизнес. И здесь как раз есть большое задело для того, чтобы работать. Мы в целом говорим, что, ребята, ну, наверное, до возбуждения уголовного дела госорган должен подать гражданский иск, отсудить, если он считает. И после этого уже делать выводы. Поэтому мы говорим, в приоритете должна стоять гражданско-правовая ответственность. Мы в суде, когда равноправие, докажем. Зачастую. Если он виноват, то суд может квалифицировать и передать дела в правоохранительные органы. Тогда резко изменится ситуация. Отдельный тезис – это аресты бизнесменов. Мы говорим, зачем на время следствия арестовывать людей? Ну, вряд ли он куда-то от своего бизнеса убежит. Нет, ну, есть ограничения передвижения. Есть, в конце концов, электронные средства слежения. Я извиняюсь, но мы детей в детские сады с датчиками на рюкзаке отправляем. Но неужели нельзя бизнесменам вместо того, чтобы его кормить, одевать, содержать, тратить на это деньги? Мы в свое время проводили с Генеральной прокуратурой эксперименты и проанализировали дела в отношении бизнеса, которые были возбуждены. Доведены, суда не доведены. И сколько из них выжило? Выжило всего 40%. Вы понимаете? Ведь это же организм, когда руководители, либо учредители арестовывают, парализуется бизнес. Именно поэтому мы говорим о необходимости минимизации ограничения. Есть залог, есть домашний арест, есть электронные средства слежения. И, по крайней мере, с Генеральным прокурором и с председателем Верховного суда мы слышим понимание. Сейчас необходимо довести эти задачи до конца. Это замечательно. Но мы пока с вами говорим в основном о защите бизнеса. Но есть ведь и вторая сторона – поддержка, механизмы, призванные развивать бизнес и так далее. Из всех мер, механизмов, инструментов поддержки, которые есть у нас в стране, на ваш взгляд, какие самые эффективные? Ну, естественно, это вот те программы, которые были экономикой простых вещей, да, дорожная карта бизнеса, они самые популярные. Это субсидирование банковских ставок при текущей ставке базовой национального банка. Она снижается, но все еще, да, достаточно высоко? Ну, грубо говоря, там 15-25, ну, хорошо, банки сверху накидывают 3%, 18-20. Вы будете инвестировать в строительство нового завода под 19% в год? Вряд ли. Единственное, на что можно кредитоваться, это оборотные средства. Либо вы заходите в такую категорию риска, и понятно, что ресурсы государства ограничены. И идет так называемая политика, когда маслом на бутерброд мы мажем, мажем. Здесь в целом нужно понять ситуацию по бизнесу. Сколько у нас бизнесменов? Вот если на прошлой встрече мы с вами говорили 1 миллион 540 тысяч действующих, то по итогам 2023 года 2 миллиона 200 зарегистрированных, из них 2 миллиона действующих. По сути, у нас прирост составил 570 тысяч за один год. У вас не возникает никаких вопросов? В основном, значит, в большей степени зарегистрировано в Алматы 134 тысячи, в Астане, в Шымкенте, в Туркестане и в Алматинской области. Юг. Когда меня спрашивают, почему, я вижу несколько факторов. Первый фактор – это порог по НДС. Вы знаете, мы опустили 20 тысяч МРП, и понятно, платить НДС никто не хочет, поэтому многие начали дробиться. Второй – это чрезмерная нагрузка на фонд оплаты труда. Если сейчас у нас она составляет, уже перевалило практически 39% заработной платы, то к 2025 году она составит 43% процента. Вся ваша зарплата? Да. Понятно, что люди ищут, где лучше. И когда вам работодатель скажет, ну, уважаемый, я вам подниму зарплату на 20%, но зарегистрируйте ИП и давайте гражданскому правовому порядку. Ну, наверное, здесь обе стороны заинтересованы. Это тоже фактор, о котором мы говорим, и буквально на расширенном заседании правительства, глава государства тоже отметил, что мы забуксовали, надо смотреть. Потому что это чрезмерная нагрузка. А мне в жизни приходилось слушать, кстати, такие предложения. Вот, и, соответственно, ну, это экономика. Вы понимаете, теневая экономика – это такая вещь, с ней линейными методами нельзя бороться. Это часть нашей жизни. Люди ищут, где проще. И поэтому нам необходимо будет здесь посмотреть именно, как на социально-экономическое явление. Надо посмотреть. Мы говорим, слушайте, мы пять отчислений платим. Давайте объединим. Пять списков, пять деклараций, пять расчетов. Ну, бедные бухгалтеры, мне кажется, надо сделать проще, одну базу свести. И с них платить те же самые 20, ну, 25%. Мне кажется, все в этом заинтересованы. Вы знаете, что мы сопоставляли количество плательщиков индивидуального подоходного налога и плательщиков в наш медицинский пенсионный фонд. Разница составляет 2 миллиона людей, кто не платит в социальный фонд. Это же не просто так. Здесь нужно понимать, почему люди это делают. И, соответственно, вот вам и вопросы самозанятых. Это достаточно комплексный вопрос, на который стоит и на повестке правительства, и в нашей повестке, в том числе. Мы здесь действительно помогаем. Нам нужно смотреть и создавать некую политику роста, чтобы мотивировать бизнес от малого переходить к среднему, к среднему, к крупному, чтобы было выгодно. И, соответственно, мы должны, наверное, поддерживать больше быстрорастущие компании. И здесь необходимо смотреть, сколько он платит налогов, сколько рабочих мест он состоит, какая его добавленная стоимость, производительность труда в том числе. И это такие вещи, на которые нужно ежедневно обращать внимание. И в том числе через меры государственной поддержки. Ну да, согласен. Здесь призывами ничего не добиться и заставить бизнес укропняться тоже невозможно. Единственная возможность – это создать условия, в которых бизнес сам захочет расти и развиваться. Ну, давайте на цифрах. Грубо говоря, 2 миллиона бизнесменов у нас. Сколько у нас средний и крупный бизнес? Чуть больше 6 тысяч. Да ладно. Я думал сказать, ну, может быть, процентов 30, оказывается, здесь. Да, показательно. И самое интересное, что если мы очистим квазисектор от этих, то у нас будет 3200 частных средних и крупных компаний. Да. А все остальное – это мелкие. Вот такая вот у вас пирамидка получается. И, соответственно, индивидуальный предприниматель ИП на экспорт не ходит. Экономика Казахстана, она небольшая. У нас в ИП прошлого года, ну, сколько, 250 миллиардов долларов, там, 104 триллиона тенгей. И в итоге мы варимся в своем внутреннем котле. Единственное, нам нужно уходить на экспорт. Нам нужно смотреть на соседние рынки. Нам нужно поддерживать крупные компании, которые сделают эти направления, за которыми уже пойдет и подтянется малый и средний бизнес. Вот чуть-чуть приоткрыл шторку наших разговоров с правительством. И нас действительно слышат, и это такие не совсем удобные решения. Малый и средний бизнес, ВВП, у нас сейчас дает 35%. Средний всего 6,9%. Чтобы вы понимали. И здесь это те основные вызовы. Здесь даже, вот если посмотреть по уплаченным налогам, и глава государства отмечала, но я приведу другие цифры. У нас 1670 компаний дают 90% налогов. Из двух миллионов. У нас по данным 2022 года 942 тысячи индивидуальных предпринимателей использовали специальный налоговый режим упрощенной декларации. Самое простое. 3% с оборотом. 70% из которых показывали годовой оборот меньше 5 миллионов тенге. За весь год оборот. Вы верите в эти цифры? Мягко говоря, я верю, но не слепо. Да. Явно какое-то лукавство есть здесь. И здесь поэтому, когда мы говорим о налогах, ведь налоги на самом деле это корневище, да, это основной стол, фундамент общественного договора с бизнесом. Мы даем вам защиту, поддержку государственной услуги, вы платите честные налоги. И мы очень признательны главе государства, то, что он услышал, что механическим поднятием ставок налогов, ну, наверное, не решить проблему. Здесь мы видим огромный потенциал в расширении налоговой базы. На самом деле, если мы сопоставим эквайринг банковских платежей и деклараций, вы увидите, какие у вас разрывы. Но здесь самое главное вопрос не что, а как. Мы говорим, давайте делать с человеческим лицом. Давайте будем делегировать, ну, тем же банком возможность предварительного декларирования. Ведь мы живем в мире больших данных, сейчас декларация, это, ну, я извиняюсь, 20-й век. Нам нужно перестраивать нашу систему. И как раз сегодня в правительстве мы будем обсуждать сервисно-ориентированную новую налоговую службу. И у нас тоже есть как раз предложение к этому. Если говорить немножко шире, вот по динамике, да, за 4 года, 17 476 жалоб поступили в мой офис. Из них более 6 тысяч удалось решить. Это 34%. Не все жалобы получается решить. Иногда очень сложно смотреть людям в глаза. Когда уже есть решение высшей судебной инстанции. Уже такой достаточно стресс. Потому что пока ты через сердце не пропустишь, ты не сможешь решить проблему. А в среднем в год к нам поступает, вот если брать 16-й год, когда я приступил, было более 5 тысяч жалоб. В прошлом году 3 700. То мы видим, ну, тренд на снижение. В прошлом году, кстати, нам удалось решить 48% жалоб. Ну, мне кажется, это хороший показатель. Почти половину. Иногда люди обращаются, ну, когда уже совсем поздно. Поздно уже. Ну, вот мы говорим, надо было раньше. Хотя есть кейсы, конечно, такие хорошие, удачливые. И когда мы на наших социальных сетях делимся с нашими коллегами, друзьями. В прошлом году нам удалось, благодаря поддержке принципиальной позиции генерального прокурора, Верховного суда, прекратить вот эту практику подачи исков недействительными, которые подавали органы госдоходов. И мы действительно рассматриваем это как победу. Потому что это была одна из самых ключевых проблем. Сейчас вышли на первый план земельные вопросы. И здесь, честно говоря, как день срока. Одно и то. Да, в 2016 году проверили, 5000 исков хотели подать. Мы говорим, вы что делаете? Зачем там? Бизнес уже. Вроде договорились, вроде решили. А сейчас опять проведены проверки. 2141 нарушение нашли. Уже 566 исков подано. Мы говорим, ребята, когда комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства подает иск против Акимата, а забирают землю у бизнеса, мы говорим, здесь что-то не то. Значит, вы судитесь, а страдаем мы. Мы подали документы на сторону государства, в ЦОН. Вы дали нам землю. Это не наши проблемы. Разбирайтесь между собой. И особенно это касается Ахмолинской области, Кисы, ну вот Аколя Агра, Али Мансур, Сивка Борка. Люди уже построили коровники. Уже люди работают там 30 рабочих мест, 20 рабочих мест. А с ними что делать? Ну да. Это вот то, что сейчас у нас как раз идет. Ну, понятно, что мы не фокусируемся в внимании. Вот мы, если так структурно говорить, делим свою работу на три вещи. Первая – реактивная. Постфактум, когда уже есть проблема, когда надо решить. Это количество жалоб. Вторая – это активная часть. Когда мы систематизируем все проблемы, потому что с каждым невозможно решить. Нет ресурса такого. И мы с правительством начинаем решать. Есть такой продукт – реестр системных проблем. Мы его введем. И вот сейчас, по нему состоянию на сегодня, 1141 проблема в этом реестре. 767 нам удалось решить. 68%. Все остальное в производстве. Соответственно, есть региональные АКИМ. Наши представители в каждой области подписывают. Если они верят, что не зависит от местных исполнительных органов власти, это поднимается на республику. И вот в республике эти проблемы мы решаем. Как поставлена работа? Ежемесячно вице-премьер, курирующий, предприниматель, собирают все госорганы. И в ручном режиме 4-5 проблем мы снимаем. Соответственно, база обращений падает. Но здесь есть еще один очень серьезный проект. Это поручение главы государства. Если вы помните, такой проект, как регулирование с чистого листа. Да, да, да. Что такое, если простыми словами наши законодательства, это количество требований, которые мы обязаны выполнять, за которые нас привлекут к ответственности. У нас наследие Советского Союза и очень много архаичных, старых, никудышных иногда требований было. Ну, как точить ножи, вы помните, там, высота холодильников, детсказские помещения. Ну, абсолютные глупости, да. И глава государства дал поручение правительству совместно с бизнес-сообществом посмотреть этих требований. Вообще, до этого никто никогда не считал. Сколько требований к бизнесу у нас есть? Вот сели, начали считать, мы год считали. 128 тысяч. Тысяч, тысяч требований. Понятно, что установлены фильтры и более 10 тысяч требований были потрачены, поставлены на утрату, да. Это, там, больше 2800 нормативных актов. Это, действительно, авдивы и конюшни, если хотите. Но этот процесс, он не разовый. Это будет продолжаться каждый год. Потому что приходит научно-технический прогресс. Ну, зачем сдавать письменные отчеты, например, да? Когда можно делиться данными. И вот сейчас мы как раз для себя формируем производственную программу так называемую регулированность чистого листва 2.0. Наша задача отцифровать все отношения бизнеса и государства. Мы снизим наши издержки, мы убьем коррупционных факторов, мы ускорим нашу экономику. И здесь это те вызовы, которые вот на сегодняшний день перед нами стоят. Ну что ж, я вижу, что работа идет. И, можно сказать, вопросы и методики защиты прав предпринимателей, их интересов развиваются и эволюционируют. Так что, я думаю, что мы еще не раз встретимся и снова будем подводить итоги вашей работы. А мне осталось только напомнить, что мы беседовали с бизнес-амбудсменом Казахстана Рустамом Руссуновым. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Итак, это был проект «Интервью» на телеканале 24KZ. Увидимся в следующем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...